Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра SunGates начинают свою программу и сегодня у нас день достаточно необычный, ну во-первых это сегодня Вторник это мы конечно же знаем, день Марса, наши координаты 8472269956 это телефон, после эфира, во время эфира, во время эфира вряд ли получится принимать звонки, но после эфира пожалуйста И у нас есть скайп, это SunGates108, ну и веб-сайт тройной W sungatesradio.com, sungatesradio.com, SunGates это солнечные оборота, на конце буква S Это, так сказать, наши координаты, где вы можете, в общем-то, пообщаться с нами и задать вопросы всем выступающим в эфире, всем нашим гостям В данном случае Махарадж у нас выступает, сейчас я буквально пару слов, я его представлю Итак, наш добрый друг, с которым мы неоднократно встречались, учитель, который неоднократно приезжал к нам в город Чикаго Собственно говоря, это, по-моему, единственный человек, который обладает, так сказать, кругосветным билетом И уже неоднократно этим пользовался, то есть вращался, если можно так выразиться, вокруг земного шара, посещая все места Гражданин Великобритании, ну и президент компании SUN, при организации объединенных наций, о чем идет речь Это миротворческая компания, миротворческая деятельность Рассайна Сагар Махарадж, который сейчас вот буквально, мы услышим его в эфире Но он обладает просто совершенно потрясающим, изумительным качеством Которое называется, вот, улаживает миротворческие, миротворческая деятельность И улаживает какие-то конфликтные ситуации И я ни разу не помню, чтобы он или повысил голос, или как-то чем-то он был, скажем, хоть бровью там показал, что он чем-то недоволен Он постоянно в благостном настроении, что, в общем-то, и как раз таки говорит о том, что есть Тамас, есть Раджас, есть Сатва И вот как раз в сатвичном таком настроении Я рад приветствовать в нашем эфире Бхакти Рассайна Сагар Махарадж, который, ну, раньше мы знали под именем Утама Шлока А и буквально вот совсем недавно, несколько недель тому назад, произошла инаугурация в городе Майяпуре, Индия И гуру-учитель Индра Демнасвами, в общем-то, провел такую вот инициацию И теперь я хотел бы поприветствовать Здравствуйте, дорогой наш Сагар Махарадж Здравствуйте, Михаил Спасибо, что связались со мной Да, ну и у нас, в общем-то, тем достаточно много, мы предварительно обсуждали эти темы То есть мы знаем о том, что религия и наука всегда шли раньше оборка И это была неотъемленная часть одного целого Но на каком-то этапе мы разъединились, и наука пошла своим путем Как мы знаем, некоторое утверждение, человек произошел от обезьяны Ну и так далее Но вот к вам такой вот первый вопрос Религия и наука В чем разница и почему такое разделение произошло? Разделение произошло, потому что религия по-многому тратила свою духовную суть Для того, чтобы понять этот феномен Где именно вот эта смычка между религией и наукой Необходимо рассмотреть разницу между двумя понятиями, такими как религиозность и духовность Естественно, что мы не говорим, что религия лишена духовности Но зачастую религиозные люди, к сожалению, не обладают достаточными знаниями Знания мы знаем, это аспект науки То есть, например, мы знаем, что религиозные традиции, они создаются В какой-то момент в истории человечества, создаются людьми Но духовность не имеет начала То есть, духовность вечна Такие понятия, как любовь, забота, гармония Они не имеют начала, не имеют конца Затем мы видим, что религиозные организации Они подчеркивают свои различия во всем, в ритуалах, в одежде и так далее Но истинная духовность, то есть, мы знаем, что настоящие святые люди Они объединяются друг с другом на основе сути Они не смотрят на форму, они понимают содержание То есть, религиозность в основном делает упор на форму, на формальные вещи В то время как духовность подчеркивает суть Также мы знаем, что религиозные организации Они делают большой упор на проповедь Своих каких-то постулатов Просто потому, что Они отличаются от других и так далее Но духовность, она не требует проповеди Она, естественно, привлекательна Ну, я прошу прощения Я хотел вас спросить Вот, когда мы говорим Зачастую, когда мы говорим о духовности В общем-то, так сказать В головах у людей это означает Что, в общем-то, это моя какая-то конфессия Это моя, естественно, принадлежность к Богу И да, конечно, у каждого своя конфессия К сожалению Но, тем не менее, вот, допустим Кто-то слушает нашу программу Кто-то ее услышит позже И те люди, которым это не в домек И те, которые не в теме, будем так говорить Как бы вы тогда вот такую вот Провели общую параллель Или различие именно между Духовностью и религией Я пока сейчас не говорю о вере Потому что это вообще какое-то такое тоже понятие Я верю или я не верю А вот те, кто религиозные люди Они, в принципе, считают, что они духовные люди Да, однозначно Эти две категории зачастую считаются одним и тем же Да? Но разница между этими двумя категориями очень простая Это та же самая разница Как между упаковкой и самим товаром Или же как одежда от человека Да? То есть суть религии Религиозной практики Это духовность Да? И она зачастую очень резко отличается От форм или внешних проявлений Да? То есть и специфические традиции Догмы, ритуалы Далеко не обязательно являются сутью религии Вот, то есть Религия предназначена для того, чтобы человек Осознал духовные истины Но если он сосредоточен на внешних вещах Он может их так и не осознать И поэтому мы говорим о том, что Существует разница между религиозностью и духовностью Это как-то объясняется Ну, да, допустим Понятно Но тем не менее Скажем, вот еще такое третье Слово такое Вера Вот как в этом случае быть? Вера Я верю в Бога Ну, и человек пошел Не знаю, куда он ходит В церковь, в синагогу, в мечеть, в храм И для него есть только, естественно, вот эта вот вера Правильно? Как тут тогда быть? Потому что начинаются постоянные споры Да и внутри, собственно говоря Одного направления существуют разные группировки Мы же это знаем И в Индии И в ведические времена И в Майваде И безличный браман И личностный аспект Как человеку быть с этим Который вот готов, допустим Ну, и те, кто определились Они уже определились Их трудно куда-то сдвинуть с места А как человеку, который еще не знает И вот с одной стороны ему одно говорят С другой стороны другое Безусловно То есть Вера Само по себе Это достаточно Сентиментальное обряд То есть Что такое Мне кажется Я чувствую То есть Отсутствует знание И здесь как раз таки Важен аспект науки Поэтому Говорится Еще Энстейн говорил Что Религия Без науки Это Фанатизм Или догматизм А наука Ну, то есть Нету сути То есть Материалистично Вот поэтому Духовность В духовности Всегда есть Научная основа То есть Это вот как раз таки Одно из отличий Религиозности От духовности То есть Если мы говорим О религиозности Как Каком-то Сервании На сентиментально То есть Просто потому Что мне Это нравится Потому что Я там Испытываю Какие-то чувства Так вот В этой истории Говорится Эта история В Индии И Одна женщина Пошла На лекцию О ведической Философии И Лектор Смотрел на эту Женщину И она Плакала Когда она Слушала его И лектор Думал Что вот Она плачет А потому Что у нее Такое Глубокое Духовное Переживание Внутри И он Очень вдохновлялся Смотря на нее И Под конец Лекции Он спросил Спасибо Что вы Так Очень Глубоко И с чувством Воспринимали Мою лекцию А можете Сказать Что у вас Вызвало Такие Глубокие Эмоции Что вызывало От вас Вот эти Слезы На глазах И женщина Сказала Знаете У меня Недавно Случилось Несчастье Умер Мой Любимый Козел И вот У него Была Такая Длинная Борода И вот Ваша Борода Она Напомнила Мне о Бороде Моего Козла Особенно Когда вы Трясли Головой У вас Так Борода Тряслась И вот Я вспоминал Своего Любимого Козлика И Плакала Слышно Да Да Ну Я слышал Эту историю Показательная История Как люди Приходят Ну да Вот Это вот То о чем Мы говорим Это просто Иллюстрация Того Что такое Религиозные Сентименты То есть Это совершенно Какие-то Ненаучные Представления Которые Основаны На каких-то Эмоциях На сентиментах На каком-то Ограниченном Опыте И так далее Но если мы Говорим Об истинной Духовности То оно Глубоко Научное Потому что В науке Существует Три этапа Первый этап Это Знание Теория Второй Этап Это эксперимент И Третий Этап Это результат Вот И В настоящей Духовности Также Например В ведической Философии Описаны Вот эти Три Этапа Первая Теория Заключается В том Что Бог есть Что у нас Есть С ним Непосредственное Отношение Мы можем Развить Личное Отношение С ним И Существует Определенная Практика Развития Этих Отношений То есть Это Медитации Мантры Молитвы И так далее И Результат Человек Может ощутить На себе То есть Его Физической Реальности С ним И вокруг него Будут происходить Определенные Изменения Которые Также Описываются Вот И Поэтому Человек Может По результату Судить Как Иисус Так же Говорит В Библии И Это Так же Ведическое Утверждение Судите По плодам На Санскрите Это звучит Как Палена Парититэ Надо судить Всегда По плодам Да Вот Такой Вопрос Все таки Я как-то Беседовал Помню С одной Моей Очень хорошей Знакомой Она Приехала Из Израиля И Она Ну я И рассказываю О том Что Там Есть такая Астрология Там Бог Солнца Там Вообще Так говоря Там Бокават Гита Допустим Которая Была передана Ну так Вот История То рассказываю Она смотрит на меня И говорит Миша Ты что Обалдел Я спрошу А что случилось Она говорит Какой Бог Солнца Ты чего Не знаешь О том Что есть Только Бог Ну Имя там Не называется Бога Но То есть Для нее Вот это Вот был Пустой звук То что Я рассказываю Или вот Допустим Когда мы Говорим Боги Ну В умах Людей Бог ведь Один И это Ну Или Иисус Или там У кого кто Кришна Ну В разных конфессиях Свой Бог А тут Мы говорим Боги Я Рассказываю Вот в Индии Я был неоднократно И ходил Там Не наступала Нога человека Допустим Наступала Нога богов Ну вот Во множественном числе Как-то Вот Вносит Семятицу В умы Людей Как бы вы Объяснили Вот этот феномен Ну В принципе Все достаточно Просто Потому что И Монотеистические Традиции Правы Потому что Действительно Существует Только один Единственный Верховный Господь Который Стоит Над всеми Но Во вселенной Существует Определенная Иерархия Точно так же Как на этой планете Существует Иерархия Например Ну Какая-то Высокопоставленная Личность В стране Например Президент Страны Он Настолько Высоко Что Фактически Ну У простых Людей Нет возможности Его Увидеть Иначе Как на экране Телевизора Или пообщаться То есть Это чуть ли не Божественный Уровень Для простого Человека Президент Целой Страны Но И он Распоряжается Определенными Процессами В стране От него Многое Зависит Но Также Мы знаем Что Во вселенной Существуют Определенные Силы И Существуют Высшие Цивилизации Это Описывается Ведической Литературе То есть У нас Нет Оснований Думать Что мы Одни Во вселенной Потому что Планет Бесчисленное Множество И Представители Этих Высших Цивилизаций Они Обладают Намного Большим Могуществом Чем Мы И Мы Даже Не Способны Осознать До конца Что Из себя Представляют Эти Личности Насколько Велико Их Могущество Ну Такой Пример Приводится Что Например Если У вас На Балконе Или Где-то Там На Клумбе На Цветке Какой-то Жучок Ну И вы Очень Маленький Вы Поливаете Этот Цветок То У Жучка У Этого Какие-то Стихийные Бедствия Потоп Наводнение И так Далее То То есть Он Не Понимает Что Просто Клумбу Поливают И так Далее То Мы Испытываем Влияние Определенных Сил Природы Как мы Говорим Но Тем не менее Эти силы Они находятся Под контролем Высших Стивилизаций Высшего Разума И Поскольку Все это Находится Выше Нашего Понимание То Эти Личности Настолько Могущественные Ведической Литературе Их Называют Божественными Личностями Богу Богами Но Речь Не Идет О Верховной Личности Бога Но Тем не менее Эти Личности Контролируют Очень Многие Процессы Вселенной Вот Поэтому Да И Та И Другая Концепция Справедлива То Одновременно Иерархия Существует Единый Верховный Господь И С Этой Концепцией Согласны Все Абрамические Религии И Также Веды Говорят Об этом Но Например Абрамических Религиях Также Говорится О Высших Силах Во Вселенной Как Например Ангелы Архангелы И так далее Да То есть Это личности Которые представляют Верховного Господа Которые являются Его Уполномоченными Агентами Если так Можно Говорить Но Например В Библии Или в Коране Все это Описано Достаточно Просто Но Ведическая Литература Отличается Тем Что Там Приведено Намного Больше Деталей Но Тот же Самый Смысл Вложен Веды А вот Скажите В истории Было Очень много Попыток Объединить Религии Ну если Раньше Скажем Там Ведические Времена Была Всего Одна И все Это Понимали Все Живущие На земле Люди То Потом На каком-то Этапе Все Стало Делиться Дробиться И так далее И Вот Таких Попыток Было Действительно Много Но Все Они Почему-то Потерпели Неудачу У нас Есть В Чикаго Бахаи Темпл И Это Как бы Считается Храм Всех Религий Вот Почему Неудача Была В попытках Объединения Религий Хотя Действительно Вот Мы же с вами Сейчас Беседуем И Бог Один И многие Об этом Знают Но у каждого Получается Свой Бог Совершенно верно Да Смысл в том Что Объединение Религий На внешнем Уровне Практически Невозможно Точно так же Как например В школе Невозможно Объединить В один Класс Первоклассников Пятиклассников И Те кто учится В десятом Классе То есть Потому что Уровень Знаний Уровень Зрелости Уровень Понимания У этих Детей Там Подростков Он совершенно Разный Поэтому Существуют Разные Классы В школе И так же Да Ну Те кто Изучает Специализируется В разных Направлениях Нет смысла Объединять Вот То есть Религии Они Преподают Определенные Уровни Дают Определенные Уровни Знания Для Людей С разными Степенями Срелости И так же Только тот Человек Который Обладает Полным Духовным Знанием Он может Понять Почему Существуют Вот эти Различия Приведем Простой Пример Это Употребление Пищи Мяса То есть Если Вы Изучите Все Религии Вы Увидите Очень Ярко Красной Чертой Это Проходит Практически Все Религиозные Практики То Что Для Духовной Жизни Необходимо По максимуму Ограничить Употребление Мясной Пищи То есть Что касается Например Христианства То Существуют Посты Регулярные Которые Исключают Мясную Пищу И как раз Эти посты Предназначены Для Ускорения Духовного Развития То же самое В исламе Определенные Виды мяса Также Запрещены В иудаизме Также Это известно Что На употребление Мяса Накладываются Порой Столь жесткие Ограничения Что многие Иудеи Они Предпочитают Вообще Стать Вегетарианцами Просто Для того Чтобы не следовать Всем этим Сложным Правилам Которые Связаны С употреблением Мяса Но Что касается Например Ведической Большнавской Традиции Бхакти Традиции Развития Чистой любви От мяса То есть Отказ От употребления Мясной Пищи До той Или иной Степени Присутствует Во всех Традициях Но эта степень Разная Потому что Существуют Разные люди С разным Уровнем Сознания Кто-то Может полностью От него Отказаться Кому-то Нужно Время Кому-то Нужно Получить Опыт Как например Я беседовал С одним Мусульманином Который очень Серьезно Из детства Практикует Ислам И он Стал Вегетарианцем Как он Мне рассказал Просто На основе Того Что Соблюдая Посты Например Рамазан И так далее Он заметил Что духовная Практика У него Очень Улучшается А когда он Снова переходил К мясу Он чувствовал Что его сознание Понижается И он пришел К очень простому Выводу Что для моей Духовной практики Я должен Полностью Отказаться От мяса И в этом Как раз И смысл То есть Что Для тех У кого Развитое Сознание Существует Более Высокий Уровень Традиции С более Глубокими Знаниями А те Кто не Способны Сразу же Следовать Какое-то Строгое Дисциплине Для них Существуют Другие Традиции В которых Ну Эти Правила Они Менее Жесткие Можно сказать И поэтому Невозможно Смешать Всех И Сделать Такую Одну Религию Знаете Как Такой Винегрет Сделать Религию Потому что Каждая Религия Каждая Религиозная Традиция Предназначается Для людей С определенным Уровнем Знания Вот Такое Краткое Понимание Понятно Ну Да У меня Такой Вопрос Ну Есть же люди Как вы Только что Сами сказали И мы это знаем Мир у нас Дуальный В общем-то Есть люди Которые Понимают Своё Различие Четырёх Основополагающих Принципов Различия От Животного Мира А есть люди Которые В общем-то И не знают Об этом И зачем Им это Всё Надо Но Где-то Вот Кто-то Слушает Сейчас Информации Много Она доступна Раньше Об этом Не говорилось Лет 20 Дом Назад Сейчас Об этом Знают И Люди Начинают Задумываться Над этим Но Поскольку Мы Всё-таки Люди Состоящие Из материального Тела То Этот Аспект Как бы Не надо Упускать Потому что Существует Скажем В медицине И не только В медицине Существует Теория О том Что тело Надо Питать А поскольку Опять же Нету Достаточно Информации Или она Так сказать Не укладывается Пока в ума Людей То Люди питаются Именно Мясной пищей Которая Дает им Как вот По теории Медицинской Не только Биологии Дает им Белки И вот Люди Которые Ослаблены Там У них Болезни Какие-то Им рекомендуется Принимать Пищу Белки Потому что В общем-то Объяснений Много На самом деле Не только То что Нужны Белки А то что В общем-то Те времена Уже давно Ушли Мы-то Родились В эти Времена Поэтому Мы живем В этой Полосе Ну Индусы Они индусы Они там Привыкшие Они там По-другому Живут Как Приучать Вот это Тело К Правильному Образу Жизни Я бы Так Сказал Ну Если уж Говорить О Вегетарианстве То Существует Множество Исследований Врачей Очень высокого Уровня Которые Говорят Что Вегетарианский Образ Жизни То есть Вегетарианское Питание Оно Намного Более Здоровое То есть Очень много Информации Да То есть Например Самые Серьезные Самые Распространенные Заболевания Которые Сейчас Как бы Уносит Жизни Многих Людей Это Сердечное Заболевание Те Кто Ведет Вегетарианский Образ Жизни Практически Они Не Затрагивают И так Далее И так Далее То есть Но Аспект Здоровья Это не Единственный Аспект Очень Важным Аспектом Является Ненасилие Потому Что Как Исследователи Говорят В мясе Находится Гормот Страха То есть Вот Когда Животно Убивают Гормот Страха Остается В мясе И поэтому Те люди Которые Употребляют Пищу Мясо Он попадает В их организм И поэтому Они испытывают Страх И Оборотная Сторона Медали Страха Это гнев Поэтому Мы можем Видеть Что Там Где Употребление Пищи Мяса Очень Очень Активно Происходит Уровень Насилия Также Очень Высок То есть Это Еще Говорил Лев Толстой До тех пор Пока На земле Будут Существовать Бойни На земле Никогда Не прекращаться Войны Вот И Существует Очень много Других Причин По которым Рекомендуется Перейти На Вегетарианское Питание Сейчас Даже Вот Недавно Буквально По Организации Объединенных Наций Прошло Прошла Презентация World Health Organization Всемирная Организация Здравоохранения Который На уровне Президентов Стран Им Объясняли Что Употребление Пищи Мяса Повышает Риск Раковых Заболеваний В несколько Раз И Поэтому Всем Президентам Стран Рекомендовалось Донести Эту Информацию До Своих Граждан Чтобы Они По максимуму Ограничили Употребление Мяса Потому что В частности Мясо Для Придания Ему Товарного Вида Обрабатывается Определенными Химикатами И они Очень Плохо Сказываются На здоровье В частности Во много раз Повышается Риск Заболевания Раком Толстой Кишки То есть Существует Очень много Таких Показателей Да На самом Деле Действительно И в печати Стали появляться Такие Статьи Которые Именно Об этом И говорят Я Помню Буквально Там Каких-то У нас В Чикаго Во всех Чуть ли не Во всех Газетах Сразу Появилась Какая-то Там Статья Было просто Интересно Наблюдать Особенно Те продукты Вот Которые Значит Не свежие Свежего мяса Нету В магазинах Это же Не базар И туда Приходишь Там же Это мясо И продукты Мясные Сыр и копченые Всякие там Колбасы И так далее Они ведь Уже там Пролежали Какое-то время И Было интересно Наблюдать Что в этих Отделах Я Буквально На следующий день Так Я заходил В этот магазин Я смотрю Пусто В это время Обычно Ну Это Скажем После работы Это Как раз люди Приходят Или субботние дни А там Было В общем-то Совсем Мало Людей Но Вы знаете Это Прошло И сейчас Все Абсолютно Вернулось Так сказать На круги Своя Но память Как мы знаем Она Уже не та Которая была Раньше Когда Люди Запоминали Шлоки Наизусть Которые Только На санскрите Которые Изучали Сагар Бахарович У меня к вам Другой Вопрос Я собственно Говоря Ну Понятно Это Неотъемлемая Принадлежность Вегетарианства Во многих Конфессиях То есть Это все С этим Как бы Мы знаем Но вот Вопрос другой Более сложный Как мне кажется Ведь это Тело Опять же Это тело Которое употребляет Пищу Ну Оно должно Питаться Как Начать Свой процесс Какие стадии Процесса Приобретения Если можно так выразиться Духовности Что надо делать Какие вот такие Этапы Как готовить Это тело Мы же не можем Сразу прыгнуть Вы сами говорите Мы же не можем Сразу прыгнуть С первого класса Куда-то в колледж Тем более Куда-то еще И далее В академию Да и йога Собственно Существует Много всяких Разновидностей йоги Ну как бы Это же не то что Путь мышления На самом деле И существует Многоступенчатая йога Штанга йога Йога Патанджали Но существует И бхакти йога Это как лифт Который у нас Выносит Именно туда Вот наверх Где В общем-то Именно Самое наше Главное предназначение Но как к этому Подготовиться Безусловно Да Просветленные Духовные Учителя В частности Вот Традиция Которой Я принадлежу Это Пактивиданта Свами Правупада Основатель Международного Сознания Кришны Говорил Что Человеку Не надо Менять Одну религию На другую Что человеку Необходимо Это Подведить себя Серьезной Практике Той Традиции Которая Его Привлекает Которая Его Интересует Потому что В конечном итоге Бог один И если человек Серьезен В развитии Знаний Изучения Священных Писаний И серьезен В духовных Практиках А духовные Практики Если Их сравнить По сути Они одни и те же Во всех Традициях Да То есть Молитвы Прослабление Господа Повторение Его Святых Имен Они могут Отличаться По языку Разные Имена Бога Могут Использоваться Но практика Одна и та же Установление Контакта И если Человек Серьезен В своей Практике Если Он Серьезно Изучает Тексты Священных Писаний И Общается С людьми Обладающими Глубокими Духовными Познаниями Безусловно Он будет Подвигаться И он Поднимется Над Будем Говорить Формально Догматическим Пониманием Традиции И Перед ним Откроются Вот эти Вечные Универсальные Истины Которые Лежат В основе Духовности Ну Вы Обрисовали Понятно Вы Обрисовали Вот этот Путь Который Надо Человеку Пройти Но Скажем Не всем Этот путь Может быть Подходит По Роду Деятельности По Своему Пониманию Все-таки В нас В общем-то Серьезно Вдолбили Школа И так далее И общество Особенно Бывшем Советском Союзе Как надо Себя Вести И тут Начинает Все Меняться Поэтому Может быть Есть Какие-то Ну Скажем Постепенные Так Меленькими Шажками Продвижения На этом Пути Или Вот Четкая Есть Система Выстроена Уже давно Предусмотрена Именно Вот таким Путем Надо идти Ну Самое Главное Это Знание То есть Чем Отличает Чем Сентиментальный Человек Наивный Человек Просто Верующий Человек Чем Слепая Вера Отличается От Твердой Какой-то Убежденности Научной Это Именно Знание То есть Поэтому Человеку Необходимо Знание Если Он Будет Развивать Знание В конечном итоге Он Поймет Свое Положение Поймет Мир Которым Он живет И поймет Свой Вечный Источник И поймет Что Он должен Развивать Отношения С этим Источником Понятно Понятно Хорошо А По вашему Опыту Вы Занимаетесь И изучаете Духовность И сами Обучаете Людей Уже Очень много Лет По вашему Опыту С какими Трудностями Сталкивается Человек Который Решает Все-таки Стать На путь Духовности Потому Что Ну Мы все В какой-то Степени И в каком-то Возрасте Проходим Эти этапы И Какое-то Происходит Иногда Разочарование В этом И человек Уходит С этого Направления Потом Переходит Другое Направление Что-то ему Все время Как-то Мешает Ну Не все Готовы Свой Образ жизни Который Годами Десятилетиями Был Устаканен Можно сказать А вдруг Вот поменять Да Ну Первое Препятствие Это невежество Опять Мы говорим Об этом Как например Если человек Решает Перейти На вегетарианский Образ жизни У многих Людей Такое Очень Примитивное Представление О том Что вегетарианец Обозначает Китаться Там Одной Травой Там Петрушкой Или Всю жизнь Есть одни Огульцы Например Да Но Смысл В том Что Если Человек Переходит На вегетарианский Образ жизни То есть Если он Питается Мясом Да В мясе Есть Уже Определенный Набор Белков Жиров Аминокислоты И так далее Которые Необходим Для тела Потому что Тело Состоит Из Тех же Самых Элементов То есть Это все равно Что Животное Накопило Что-то Да Мы Раз У него Своровали Вот Это Более Легкий Путь Хотя Он Шреват Очень Серьезными Последствиями Как Но Если Человек Питается Вегетарианской Пищей То Необходим Необходим Сбалансированный Рацион То есть Вот Традиции Бакти Например Рекомендуется Лакто Вегетарианская Диета Потому что Она дает Все необходимое Человеку То есть Очень просто Запомнить Что Каждый день В наш Рацион Должны входить Пять составляющих Это Зерновые Продукты Второе Бобовые Третье Фрукты Четвертое Овощи И пятое Молочные Продукты Если человек Следует Вот этому Сбалансированному Рациону У него будет Все необходимое Для поддержания Уровня здоровья Энергии В теле Но если Есть какие-то Перекосы То даже Вегетарианство Да Оно может Принести Проблему Со здоровьем То есть Если человек Невежественен То даже Самая лучшая Вещь Может повредить Чему Поэтому Невежество Это первое Препятствие Из-за которого Люди Не получают Тех результатов Которые они Ожидают От духовной Практики От всего Того Что с этим Связано Окей Ну это первое Есть еще Какие-то Естественно Второе Это страсть Когда человек Хочет Очень быстро Достичь Каких-то Результатов Ну Элементарный Пример Это Занятие Йогой То есть Занятие Йогой Помогает Человеку Получить Много Хороших Результатов Как известно Вплоть Даже До того Что У него Меняются И привычки И меняется Сознание И Пробуждается Интерес К духовному Знанию К духовным Практикам И так далее И так далее Но То же самое Занятие Йогой Как вот Была статья Опасности Йоги Потому что Существует Например Люди Которые Перебарщивают С йогой И вместо Того Чтобы Ну как Изначально Они Начинают Сниматься йогой Чтобы поправить Здоровье Они разрушают Своё здоровье То есть Там Рвут Связки Например Или что-то В этом роде Происходит Просто потому Потому что Они хотят Очень быстро Достичь Каких-то Результатов Или же Подчиняются Какому-то Инструктору Который Толкает Их Ну то есть Заставляет Их Так сказать Переступать Через Свои Допустимые Пределы И это Вредит Очень сильно Вот поэтому Страсть Это Очень На препятствии Если мы Неправильно Следуем Духовной Практике Не просто Из-за Небежества А из-за Того что Мы хотим Очень быстро Получить Какие-то Результаты Ну то есть Как Есть хорошая Русская Пословица Поспешишь Людей Напиши Это тоже Как мой Духовный Учитель Говорит Жизнь Это Постоянный Поиск Баланса В духовной Практике Очень важен Баланс И как раз Таки Необходимо Иметь Духовного Наставника Который Помогает Нам Идти По Золотой Выбрать Золотой Все Ведино Ну В общем-то Раньше Практически У всех Кто Жили В Сате Юга Допустим У них У всех Были Как бы Наставники Да И они И так Обладали В общем-то Люди Качествами Которые Ну Они Чувствовали И знали Вещи Которые Сегодня Надо Объяснять Рассказывать И Более того Люди Не зная Они Не соглашаются С этими Вещами У них Своё Мнение Как Надо Себя Вести Потому Как Где-то Было Написано Кто-то Им Сказал Ну И Вот Как-то Сами Себе Придумали Это Ну Вот Мы Подошли От Тамаса К Раджеса От Невежества К Страсти Ну Я Полагаю Так Мы Уже Дошли До Благости Да Совершенно Наверное Вот Золотая Середина Да О которой Кстати И Господь Будда Говорил Это Как раз И Есть Благость То есть Благость Это Здравый Смысл И Духовность Это Здравый Смысл Использованный Ради Духовного Развития Восстановления Своих Отношений С Богом То есть Это Чистая Благость Чистая Благость Имеется Ввиду Занятие Бхакти-йога Да Чистая Благость Это То есть Что такое Благость Само Слово Благость Обозначает Что Это Деятельность Или Образ Жизни Который Приносит Благо Самому Человеку И Окружающим А Чистая Благость Это Деятельность Которая Приносит Благо Человеку И всем Но Результаты Которые Остаются На вечные Времена То есть Если Например Любые Знания Вносятся К благости Но Материальные Все Временные И С Потери Тела Теряются И Знания Например Человек Мог Быть Профессором Одной Жизни Но После Смерти Он Снова Рождается И Вынужден Изучать Азбуку И Таблицу Умножения Снова То есть Все Результаты Обнуляются Но Если Человек Изучает Духовные Знания Они Остаются С ним Даже После Того Как Он Переходит В Следующую Жизнь И так Далее То есть Вот В этом Единственная Разница Между Благостью И Духовностью То Что Благость Хороша Но Временно В то Время Как Духовность Она Приносит Вечные Результаты Надежные Результаты Мы Несколько Пару Недель Тому Назад Беседовали С Вараджандра Кумар И тема У нас Была Такая Три Единства Человека Тело Ум Душа Несколько Слов На Эту Тему Это Три Единства Человека Но Как То В основном У людей Происходит Разрыв Вот Этого Единого И Неделимого Как Вы Считаете Что Это Такое Как Надо Все Таки Функционировать Внутри Этого Три Единства Ну То То Душа В соответствии С ведической Концепцией Это Чуть Чуть Термин Который Отличается От Христианского Термина Потому Что В Христианстве Под Душой Подразумевается Сознание А Вот Суть Которая Является Самой Личностью Частицей Бога В Христианстве Это Дух Вот Но Ведической Концепции Используется Слово И дух И душа Но Зачастую Мы используем Слово Душа Если Кого-то Это Смущает Мы используем Термин Духовная Душа Чтобы Было Понятно О чем Идет Речь То есть Это Ну На английском языке Body Mind Spirit То есть Spirit Или вот Духовная Душа Это и есть Мы Наша Личность Это вот Все равно Что человек И на нем Одет Костюм То есть Вот Костюм Человека Это его Грубое Физическое Тело Будем Говорить То что Находится Там Я не знаю Майка Это вот Как раз Таки Его Тонкое Тело Ум Да И Но Сам Человек Является Духовной Душой И Соответственно Находясь В этом Мире Нам Необходимо Тело И нам Необходим Ум И Поэтому Духовно Развитый Человек Использует И тело И ум Правильным Образом Для того Чтобы Пособствовать Своему Духовному Развитию То есть Он не Пренебрегает Этим Потому что Говорится Что например Тело Это Храм Божий В котором Находимся И мы И в котором Находится Сам Господь В сердце И поэтому О теле Также Должна быть Адекватная Забота Как например Пробхупада Очень Интересно Выстроил Приоритеты Для своих Учеников Он сказал В первую Очередь Вы должны Заботиться О здоровье Во вторую Очередь О духовной О личной Духовной Практике И только В третью Очередь Деятельность Для блага Других Людей Имеется Ввиду Деятельность По распространению Духовного Знания Ну и Это Очень Понятно Очень Логично Потому что Если У человека Нет здоровья У него Духовной Практики Не будет А если У него Не будет Духовной Практики У самого Как он Может Помог Другим Да Как Когда мы Садимся В самолет И Нам Дают Инструкции О том Что делать Если Давление Кислорода В салоне Самолета Упадет То есть Там Сверху Выпадут Маски Кислородные И Вначале Необходимо Одеть маску На себя А уже Потом Помогать Другим Потому что Если Мы Задохнулись Мы Точно Никому Не Поможем Вот Поэтому Опять Таки Здесь Благость То есть Логика И здравый Смысл Задействованные В Духовном Развитии Они Как раз Таки Гарантируют Успех Понятно Хорошо Спасибо Большое Вы Знаете У меня Масса Вопросов На самом деле Есть И Мне Хотелось Затронуть Одну Тему Я Хотел Вам Задать Вопрос Но Подумал Что Эта Тема Будет Слишком Необъятная Мы Можем Начать Но Мы Не Закончим Сегодня Собственно Говоря Какие Эти Темы Не Закончим Очень Много Вопросов Не Сомневаюсь Что Есть Вопросы И У Наших Радиослушателей А тему Которая Или Вопрос Который Я хотел Задать Касается Кармы Но Опять же Это Очень Сложно Я Надеюсь Все Таки Как-то Мы Найдем С вами Точнее Вы Найдете Время В своей Практически 100% Занятом Расписании Как-то Опять Встретиться На волнах Радио Центра Сангейт И Побеседовать С нами Потому Что Все Ваши Беседы И Все Ваши Советы Они Очень Значимы Для нас И Они Помогают Ну Еще раз Надо вспомнить О том Что В былые Времена До Этих Мамонтов До Исторических Были люди Которые Имели Духовного Наставника И Это Было Все Неоспоримо И Вот Как Говорит Наставник Ну На то Он и Наставник Он Уже Облечен Полномочиями Как Аватар О том Что Надо Помогать Людям И Люди Следовали Советам Своих Наставников Поэтому Я Очень Рад Нашей Очередной Встрече Теперь Вас Уже В новом Качестве С новым Титулом Махараджа И Это Действительно Очень и Очень Серьезно Не сомневаюсь Для всех Нас Для вас И Нас И Примите Наши Поздравления Наши Поклоны И Мы Очень Рады Встречаться С вами На Волнах И Не Только На Волнах Нашего Радио Вот Там Где Вы Выступаете Скажите Пожалуйста Трудно Наверное Сейчас Определить Время Вот Ваши Планы На Будущее Буквально В Нескольких Словах Ну Не Знаю На Этот Год Скажем 2016 Да Я До Конца Мая В России На Украине Большую Часть Мая Я буду Сопровождать Своего Духовного Учителя В его Поездки С Конца Мая Я Отправлюсь Уже В Европу Начиная С Британии И Планируется Очередная Кругошветная Поездка И Я надеюсь Что Мы С вами Также Сможем Увидеться И в Чикаго Очно Уже Где-то В июне Или июле Месяц Ну Отлично То есть Пролетая Так сказать Заглядывайте Да Хорошо Ну Дорогие друзья Ранняя наша программа Я очень рад О том Что у нас Есть Слушатели Несмотря на Раннее Время В Чикаго В этот Момент Без Пяти Восемь Утра Ну В районе Калифорнии Это на Два часа Еще раньше Ну Более Менее Время Уже Рабочее В Нью-Йорке Буква С Ну И Тройное W Сангейтс Радио Дот Кам Ну И На связи В акте Расаина Сагар Махарач Большое вам Спасибо И до новых встреч Спасибо Михаил До новых встреч Всего доброго До свидания До новых встреч Субтитры